Казалось бы, актерская игра, чего тут сложного? Взял да сыграл. Да вот как бы не так. Мало того, что настоящие звездные актеры, подобно художникам, вырисовывают своего героя от начала и до конца, так еще и зачастую жертвуют своим здоровьем. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Сегодня я расскажу вам о пяти актерах с потрясающей самодачей и силой воли, которые жертвовали своим здоровьем ради высокого искусства. Погнали! Неужели погода в Питере начала потихоньку радовать? Так что пора запасаться футболочками. Спонсором этого интересного ролика стали все майки.ру. Это крупнейший магазин одежды и всяких прикольных аксессуаров с оригинальным дизайном. У них очень большой каталог принтов, где вы сможете легко найти что-то крутое себе или в подарок друзьям и близким. Начиная от футболочек, толстовок, кружек, чехлов на телефон и заканчивая обложками на паспорт. Вот я себе тоже заказал крутецкие. С футуромой конечно же. Очень качественный кстати, натуральная кожа. Так что очень не рекомендую. Ссылка в описании. Роберт Де Ниро «Бешеный бык». Одного из самых успешных и уважаемых актеров всех времен, многие современные зрители знают именно таким, какой он сейчас. Постаревший, седой и располневший. Но в молодости всем режиссерам сразу бросалась в глаза его подтянутая фигура, высокий рост и итальянская внешность. Тем не менее, для одного из самых ярких фильмов в своей жизни актеру пришлось потолстеть на 27 килограмм. Этим фильмом стал оскароносный «Бешеный бык» Мартина Скорсезе, в котором Де Ниро сыграл роль боксера Джейка Ламоты. Для той части фильма, где Ламота еще боксирует, Де Ниро нужно было набрать около 9 килограмм мышечной массы и выглядел он очень неплохо. Но затем его персонаж вешает перчатки на гвоздь и начинает вести разгульный образ жизни, для чего и потребовалось 27 килограмм жирка. Кстати, в те времена такой набор веса ради роли в кино стал рекордным. Винсент Де Анофрио – цельнометаллическая оболочка. Это достижение было побито лишь 7 лет спустя актером Винсентом Де Анофрио, который набрал почти 32 килограмма для роли сами знаете кого в фильме «Цельнометаллическая оболочка». Для того, чтобы рядовой куча оправдывал свое прозвище, актер около 7 месяцев питался жирной и не самой полезной пищей. По итогам этого перевоплощения Винсент весил 130 килограмм и с хорошим заделом обновил достижение «Бешеного быка». Интересно, что эту роль в цельнометаллической оболочке можно назвать дебютной для актера. А получил он ее благодаря протекции того самого Роберта Де Ниро, чей рекорд в конечном итоге и был побит. На этом Винсент Де Анофрио не остановился и продолжил исследовать возможности своего организма. В том же 1987 году на экраны выходил фильм «Приключения няни», в котором снимался актер. Поэтому уже через 9 месяцев после окончания съемок «Цельнометаллической оболочки» Винсент сбросил весь лишний вес, превратившись из жирного рядового в худощавого парня. Бенисио Дель Торо «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Известный актер пуэрториканского происхождения Бенисио Дель Торо никогда не был ни дрыщом, ни качком, ни жиробасом. Он всегда был просто здоровым мужиком. Но в его карьере была работа, для которой пришлось нехило поправиться. Этой работой был провальный, но со временем ставший культовым фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Пожалуй, лично для меня это один из самых долбанутых и странных фильмов, которые я когда-либо смотрел. До сих пор не могу сформулировать о нем четкое мнение. Да, оно и неудивительно. Вряд ли можно вспомнить еще более оторванную парочку поровшихся наркоманов, чем те, которых исполнили обрившийся на лысо Джонни Депп и разжиревший Дель Торо. Для этой роли актер набрал около 20 килограмм лишнего веса. Но все неудобства сполна окупились мощным карьерным подъемом, который актер пережил после наркоманского фильма. Мэтт Дэймон В 1996 году на экраны вышел фильм «Мужество в бою», который стал одной из первых работ для Мэтта Дэймона. В этом фильме актер сыграл эпизодическую роль бывшего солдата, страдающего от наркозависимости. Ради двух съемочных дней он похудел на 23 килограмма, для чего сидел на строгой диете и каждый день изнурял себя 20-километровыми марафонами. Как итог, проблемы со здоровьем, головокружение и слабость. Зато набор веса у склонного к полноте актера шел куда проще. Для роли в фильме «Информатор» Мэтт Дэймон в легкую набрал более 15 килограмм лишнего веса. По его словам, для этого он вообще не напрягался и просто ел все подряд. Ну а закрывает этот топ самый лютый сторонник экспериментов над собственным организмом, который скорее можно назвать издевательством. Лауреат премии «Золотой глобус» и «Оскар» известен своим маниакальным подходом к построению образа на экране. Поэтому почти каждая роль Кристиана Белла так или иначе связана с тяжелыми моральными и физическими нагрузками. Наиболее яркой иллюстрацией такого подхода стала роль Трейвера Резника в фильме «Машинист», ради которой актер похудел на 30 килограмм. Для человека с ростом 183 сантиметра разброс нормального веса составляет 75-85 килограмм. Тогда как Бейл стал весить всего 55 и походил на живой скелет, обтянутый кожей. Причем уже через полгода должны были стартовать съемки «Бэтмена», где актер должен был выглядеть внушительно. Сами понимаете. Продюсеры фильма и студийные боссы всерьез опасались за то, что Бейл не успеет набрать нужную форму в такие сжатые сроки и даже подумывали о замене. Но сам актер был уверен в себе и за 6 месяцев умудрился нарастить 31 килограмм мышечной массы, поправившись с 55 до 86 килограмм. По его собственным словам, при первой попытке отжаться в зале, он ни разу не смог оторвать себя от пола, настолько он ослаб после «Машиниста». Одному Бейлу известно, каким образом он из жертвы Холокоста смог превратить себя в мощного качка и чего это ему стоило. Самое забавное заключается в том, что когда его впервые увидели на съемочной площадке «Бэтмена», то сочли его слишком здоровым и накачанным. Так что актеру вновь пришлось серьезно подсушиться. Затем он снова сбросил 24 килограмма для фильма «Спасительный рассвет», где, помимо всего прочего, жрал настоящих живых личинок в сцене, где это было необходимо. Далее очередная накачка для «Темного рыцаря» и «Четвертого терминатора», когда с 61 килограмма Кристиан Бейл вновь дошел до 86, затем снова в серьезный минус для роли в фильме «Боец», где Бейл сыграл бывшего боксера, который торчит на героине. В этот раз потеря в весе составила 20 килограмм, и актер стал весить 66. Это, конечно, не 55, но на экране он все равно выглядел доходягой и был похож на «Конченного наркомана» больше, чем некоторые настоящие торчки. Причем контракт на этот фильм не обязывал актера ничем подобным. Очередным лишением ради большей достоверности образа актер подверг себя по собственной воле, а его партнер по съемкам Марк Уолберг публично выражал опасения за здоровье Кристиана Бейла. После «Бойца» снова был «Темный рыцарь», так что Бейл опять набрал потрясающую физическую форму, доведя свой вес до 90 килограмм. Дальше был фильм «Из пекла», для которого актер в очередной раз согнал всю мышцу. Более того, для этой роли Бейл в действительности научился работать с печью и не прибегал к помощи дублера в сценах на металлургическом предприятии. Дальше снова последовал набор веса. Правда, в этот раз это была не накачка, а набор жирка для роли в фильме «Афера» по-американски. Здесь Кристиан Бейл набрал 18 килограмм, обрел пивной живот и запоминающуюся лысину на макушке. В итоге внешний вид актера претерпел такие изменения, что Роберт Де Ниро не узнал его на съемочной площадке, даже после того, как актеров представили друг другу. Режиссер фильма Дэвид Рассел рассказывал, что Де Ниро отвел его в сторону, указал на Бейла и спросил, кто это. Поначалу старый актер отказывался верить, что это действительно Бейл. Настолько он был потрясен его перевоплощением. Когда же режиссеру наконец удалось убедить Роберта в том, что Бейл это действительно Бейл, актеров вновь пришлось представить друг другу. После Аферы по-американски он вновь сбросил вес и вернул себе спортивную форму для фильма «Исход». И на данный момент он вроде бы пока больше не предпринимал экстремальных корректировок своего веса. Но зная его характер и подход каждой роли, можно не сомневаться, что этот актер еще не раз удивит зрителей своими перевоплощениями. Очень крутой мужик с невероятной силой воли. Ребят, если выпуск вам понравился, то можете еще посмотреть очень интересный ролик о самых недооцененных актерах, ну или один из моих свежих обзоров кинопремьер. Ну и не забудьте подписаться на мой паблик, пока убогий Роскомнадзор не забанил Ютуб. Надеюсь, до скорого. Пока.